Приветствую вас! Я смотрю, у вас уже довольно много ответов, и все они довольно такие разноплановые, то есть кто-то говорит, что это любовь, кто-то, соответственно, говорит, что это не любовь, кто-то говорит вам понять себя и так далее. Ну, вы как бы задаете только один вопрос, по сути дела. Любовь ли это? Вопрос, надо сказать, вы задаете весьма неоднозначный, потому что каждый человек любит по-своему, и тот факт, что ваша девушка сказала своему бывшему мужчине о том, чтобы он уходил, и если она действительно сделала так, что он, ее бывший мужчина знал о том, что она встречается с вами, то это как минимум говорит о том, что девушка достаточно серьезно подошла к вопросу ваших отношений. Другое дело, другое дело, что мы не знаем всей ситуации целиком. Вся ситуация целиком нам неизвестна. Например, был ли у вас с ее бывшим мужем разница в доходе? То есть, если эта разница есть, то девушка может на нее опираться. То есть, если вы получаете больше, то девушка, соответственно, будет на этом акцентировать свое внимание. Это нужно четко понимать. Дальше. Была ли она эгоистична с вами только тогда, или была эгоистична всегда? Вы очень важные моменты, некоторые опускаетесь, оставляетесь за кадром, и из-за этого становится немного непонятно, о чем идет речь. Я сейчас поясню вам, и что имя. Вы пишите на конус у девушки, а она дальше меня на 8 лет. Чем обусловлен такой выбор о девушке с ребенком? Если вы выбираете девушку с ребенком, да еще которая живет в своей бывшем, то есть которая, по сути, из одних отношений сразу переходит в другие отношения, то этот человек, как минимум, ну не совсем, знаете как, я бы не сказал, что этот человек непорядочный. Я бы сказал, что это недобросовестный человек, которому не так сильно можно доверять. Но не доверять не потому, что этот человек пытается вас обмануть. Вот это вот очень важный момент, чтобы вы правильно его поняли. Этот человек может не пытаться вас обмануть, но именно в силу того, что она из одних отношений пытается перейти в другие отношения, она живет в бывшем, и как бы что она там не говорила, она все равно как-то с ним связана. Вот это тоже нужно понимать, что связь какая-то связь все-таки есть между ними. Тем более, что вы сказали, что она там встречалась с ними позже и так далее. То есть какая-то связь между ними все-таки есть. И вот это вам нужно понимать, что человек не может, в принципе не может, не может в отношениях быть, находиться в отношениях, не может в одних, а потом сразу резко переходить в отношения другие. Если человек так сделает, значит он чего-то ищет, ищет в других отношениях. Что-то для себя человек пытается, а хочет получить. И вот это нужно четко понимать. Скорее всего, скорее всего, девушка ваша сама этого не осознает. Она не осознает того, что ищет в отношениях, например, с вами чего-то, ну, чего-то другого. Да, того, чего ей не хватало, например, с ее бывшим и так далее. Она может быть этого не осознает. Она может быть действительно верит в то, что любит вас, действительно верит в то, что хочет быть с вами и так далее. Но, тем не менее, так остается факт. Человек ищет чего-то в ваших отношениях. И поэтому это первый важный момент, который я хотел сказать по вашему тексту. То есть девушке уже нельзя доверять на то, какой она, на то, на чем она делает акцент в ваших отношениях. То есть, что ей больше всего нравится, что ее больше всего привлекает, что для нее более всего важно в ваших отношениях. Далее, значит, так, вы пишете, начались встречи, секс буквально через месяц. Ну, для вас это как-то кажется много, мало времени проснулось через месяц. Мне кажется, что для 33-летней женщины месяц это довольно большой срок. Вот, ну, ладно, вы пишете, что приятное время проводить и так далее. При этом она жила в своей бывшем, не может выкинуть его на улицу, больше не любит. Вот тоже интересный момент. А почему она не может выкинуть бывшего на улицу? Это что, простите, ну, это мужчина или ребенок, которого нельзя выкинуть на улицу? Вот я как-то этот момент не очень понял, что это вообще значит. То есть бывшего мужчину нельзя выкинуть на улицу, потому что он что? Потому что он пропадет там или как? Вот этот момент, на мой взгляд, здесь совершенно не ясен и не определен. То есть она говорит, я не могу. У взрослого человека нет такого слова, не могу. У взрослого человека есть слово, не хочу, есть слово надо. И она, скорее всего, не хотела это делать. Она не хотела его прогонять. Она не была уверена в вас до конца. Она, вероятно, боялась того, что вы, ну, как-то не обрадаете ее ожиданий, как-то вот вы ведете себя не так, как ей хочется. И в итоге она пыталась сохранить, ну, пыталась сохранить, собрать какое-то вот пространство для отсчета, ой, для отхода. Пространство для отступления, для маневра, если угодно. Вот еще, если угодно, такая вот аллегория будет у нас с вами. Далее, значит, далее вы пишете так. Значит, вы ей сказали, что еще пара неделей она не закончит с ним, если она не закончит отношения с бывшим, то я закончит наше отношение. Он ушел. В тот же момент довольно интересный. Куда он ушел? Как он ушел? На каких условиях он ушел? Почему получилось так, что девушка вот не, не, девушка не отпускала его, не отпускала, не отпускала, не отпускала, а потом сразу раз, и как-то вот внезапно она уже его отпустила. Ну, согласитесь, это довольно странный момент. Это довольно подозрительный, я бы даже сказал, вы не находитесь. Он ушел, и вы стали жить вместе. Тоже довольно интересный. Вы стали жить вместе где? Вы стали жить вместе у нее в квартире? Или у вас в квартире? Не очень этот момент тоже понятен. Значит, ага. Она ведла себя эгоистично и эгоистично. Я так-то не привыкла. Хочу быть у тебя на первом месте. Сразу возникает вопрос. Не привыкла она к чему? К чему именно не привыкла? Вы об этом не пишете, вы это не раскрываете. И вот она говорит, значит, расширите тебя на первом месте. А вы что, давали ей повод сомневаться в себе? Вы что, давали ей некий такой, ну, вы вели себя так, что она могла подумать, что вы, ну, можете ее бросить? Или что? Откуда у нее взялась вот эта вот мысль о том, идея даже, не мысль, а идея? Идея о том, что она хочет быть у вас на первом месте. Почему для нее это стало важным? Постарайтесь тоже ответить на этот вопрос. Потому что это важно. Это очень важный момент. Почему девочка внезапно стала говорить вам такие вещи? Понятно, что она может бояться, что она может бояться вас потеряться. Она может опасаться того, что вы ее, там, бросите, например. Например, она останется одна и, как бы, получится, что она потеряла вас, и получится, что она, значит, потеряла и своего бывшего тоже. И, понятно, что она этого не хочет. Но причина должна быть причина, по которой она так себя ведет. А эту причину я пока не вижу. И вы ее не раскрываете. Соответственно, нужно, чтобы вы это дополнили. Дополнили или раскрыли. Это следующий момент, о котором я хотел вам сказать. Далее. Значит, постоянные ссоры, когда я ей это высказывал. Что именно вы высказывали? Что она ведет себя эгоистично? Хорошо, но почему вы ей это высказывали? Почему вы ей высказывали, что она эгоистично, но при этом, как я понял, не очень пытались понять, чем вызвано такое вообще ее поведение? Почему она так себя ведет? По крайней мере, исходя из вашего сообщения, ничто на это не указывает. На то, что вы как-то интересовались тем, почему она так себя ведет. Далее, далее, значит, содержал я ее полностью, все продукты, естественно, по своей глупости, любив ее. Далее выясняется, что, в общем, она встречалась с твоим бывшим. Далее выясняется, что она проводила с ним время. Потом, когда вы с ней расстались, она убежала к нему, но потом вернулась к вам, облюбив все концы с бывшим. И вы спрашиваете, а, и бегает за вами, говорит, что вы ей нужны и так далее, так далее, так далее. Вы знаете, что я вам зачем бы здесь сказать? У вас есть какие чувства, я понимаю. Но, видите ли, если девушка на таких этапах развития отношений с вами ведет себя так и, по сути дела, позиционирует себя как ту, кто не совсем достоин, не совсем заслуживает доверия, то доверять ей, понятное дело, нельзя. Потому что я вам не просто так говорил ранее о том, чтобы вы подумали, хорошо подумали над тем, чем вы привлекательны для нее. Это очень важный вопрос на самом деле. Чем вы привлекательны для этой девушки? Вот именно вы чем привлекательны для нее? Попробуйте подумать. Потому что она бегает за вами сейчас и убеждает вас обратно. Говорит о том, ну, по крайней мере, все указывают на это. Она говорит о том, что вы ей нужны и без вас ей плохо. Если бы она сразу это поняла, она бы не встречалась с бывшим. Кстати, а каковы были ее основания так поступать? Этот момент вы тоже ведь не раскрываете. Вы не пишете здесь, говорили ли вы с девочкой об этом, спрашивали ли вы ее, почему она так поступала, как она объяснила свое поведение и так далее, и так далее. Об этом ни о чем вы не говорите, а это очень важно. И непонятно тогда, если вы не раскрываете таких важных моментов, то как же вы хотите, чтобы мы вам помогли? Тем не менее, даже основываясь на том, что есть, можно сказать, что девушка с большей долей вероятности вас использует и просто опирается на то, что вы ее содержите. Бывший мужчина вполне вероятно ее содержать попросту не хотел или не мог, так как это делаете вы. Ну и того, вы сказали, что у вас прибыльная работа, и она просила вас этой прибыльной работе научить специально, чтобы быть менее зависимой, опять же, от вас. Это очевидно. То есть нет ничего в поведении девушки такого, вот именно исходя из ее действий. Я сейчас не говорю про мотивацию, потому что мотивация это то, что в данном случае действительно не важно, а именно вот про то, что она делает. Так вот, основываясь на том, что она делает, нельзя сказать, что она вас любит. Если бы все себя любила, то не стала бы отвечать от бывшего вообще-то вообще. Но она это сделала, и значит, что-то ее заставило это сделать. Что-то толкнуло ее на то, чтобы использовать это, чтобы действовать именно так. А для этого нужны все-таки определенные, ну, я надеюсь, это понятно, для этого нужны определенные мотивы. И такой мотив у нее был, и это игнорировать вы никак не можете, потому что это может произойти вновь. Если девушка почувствует, увидит, ощутит, что может, ну, да, еще сделать что-то, то есть может как-то еще улучшить свое положение, она это сделает. На мой взгляд, это совершенно очевидный момент. И я бы на вашем месте не стал бы его игнорировать. Этот момент действительно серьезный, момент действительно важный. На мой взгляд, конечно, важный момент. И он как бы как бы говорит о том, доказывает то. То ваша девочка, она как бы себе не умеет. Она думает в основном о себе. Опять же. Вы пишете такую вещь, что вы за все время купили ей только ботинки и куртку для ребенка. То есть она с вами не ради денег, но вы же ее содержите. Вы же ее от сын цепела содержать. И это тоже деньги. То есть девушка не против вас ничего другого. Это видимо потому, что вы ей высказывали на тему того, что она ведет себя эгоистично. И она понимает, что если будет продолжать вести себя так же. То вы от нее просто уйдете. И она поэтому соблюдает осторожность. А вот попробуйте ее не содержать. Попробуйте, например, перестать зарабатывать. Или попробуйте сделать так, как она не хочет. Вот сразу появится ее отношение к вам. Так что пока это предварительное мнение. Это пока предварительный ответ на ваш вопрос. Почему предварительный? Потому что вам необходимо ответить дополнительно на мои вопросы, которые я задал. Либо мне в личку, либо в дополнение к вопросу. Это все дописать. И тогда можно дать вам уже более такой окончательный, более-менее окончательный ответ на ваш вопрос. И то всегда нужно понимать, что каждый человек любит по-своему. И дело не в том, любовь ли это. Дело в том, устраивает ли это вас. Дело в том, не вредит ли это вам. Вот это самое главное. А любовь это или не любовь можно спорить очень-очень много. Потому что любовь это необъяснимое чувство. И каждый это необъяснимое чувство реализует по-своему. На мой взгляд, все попытки дать определение любви, ну, они, мягко говоря, обнобухие и акцентированы, как правило, на что-то одно. А любовь это всегда многообразие, многомерность. Это всегда творчество. А творчество нельзя определить. Так и здесь. Поэтому давайте пока мы с вами садимся на том, что вы постарайтесь уточнить мои вопросы. Если пожелаете написать дополнение, то, пожалуйста, мне в личку тогда напишите о том, что вы это дополнение сделали. Я прочту его и запишу вам еще один ответ. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Помогу. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам. Пока.